Всем огромный привет! Хочу записать небольшое видео о своих покупках из магазина Леонардо. В принципе, я не планировала никаких покупок, но когда мне вдруг понадобилась ниточка, у меня закончилась ниточка в одном проекте, и мне нужно было докупить один цвет, мне пришлось, соответственно, пойти в магазин Леонардо, потому что это небольшой какой-то заказ ниток, который можно сделать через интернет-магазин, и это было бы подешевле, ждать его пришлось бы долго. Мне нужно было быстрее закончить, поэтому ради одной ниточки в интернет-магазине я, конечно, не стала делать заказ, а пошла в ближайший магазин Леонардо. Но я из тех людей, которые идут в магазин за коробком спичек, но возвращаются с двумя полными сумками покупок. В этот раз, конечно, я не принесла две полные сумки покупок, но кое-что еще нашла для себя, как мне показалось в тот момент и до сих пор кажется, необходимым и полезным. Покупок было не так уж и много, но я это видео снимаю не для того, чтобы поразить ваше воображение объемом своих покупок, а просто показать, каким образом эти покупки теперь я уже использую в вышивке. Ну и для того, чтобы вообще-то не забыть об этом, показать в следующем своем видео. Итак, первое, что вы видите, это рама. Это рама небольшая, буковая рама от гаммы, пяльцы рамы, как она называется, размером 30 см на 15 см. Мне это очень удобно, потому что я очень часто вышиваю именно небольшие какие-то проекты. И вот это расстояние 15 см вполне достаточно для того, чтобы заправить вот тот кусочек канвы или кусочек тряпочки равномерного переплетения, которую я использую. Кроме того, мне показалось, что ведь эту раму можно увеличить, если немножечко приложить сюда своих умений. И вот эти 15 см можно, в принципе, довести до любой длины, какой вам необходимо. Ну, я думаю, что с помощью мужа это можно сделать. Да даже, наверное, многие могут это сделать самостоятельно. Поэтому вот единственный минус у этой рамы, как мне показалось, ее тяжеловато держать в руках. Она такая достаточно увесистая, несмотря на свой маленький размер. И поэтому, конечно, ее стоит крепить на станке. Ну, или, может быть, каким-то способом придумывать держатели, или, может быть, один конец класть на стол. Ну, в общем, какую-то опору ей создавать, потому что вообще в руке, конечно, держать ее будет тяжеловато. Значит, рама. Если вам интересно, могу сказать, во сколько мне обошлась рама. Пиальцы рамка с клипсой гамма. 343 рубля. Кроме этой рамы, кроме этих пиалец, я еще, конечно, подошла к стенду со всякими наклеечками для скраббукинга товарами. Мое внимание привлекли вот эти фишечки для скраббукинга. Здесь его в комплекте было 6 фишек. Я чуть попозже покажу вам оставшиеся. Мне очень понравились эти нежные цвета. Сам набор называется Зачарованный лес. Ну, здесь улиточка есть. Для чего мне нужны эти фишки? Для того, что из этих фишек я делаю держатель для игл, который креплю на канву. И так как у меня много работ, обычно в ходу, да, много процессов, то лишний держатель никоим образом не помешает. И кроме того, это достаточно приятный, милый, хоть совсем небольшой подарок для любой рукодельницы. То есть я могу сделать еще и подарок таким образом. Для того, чтобы сделать держатель, конечно, мне понадобились магниты. Первым делом я купила вот эти магниты, гибкие, круглые. Только лишь потому, что их диаметр практически совпадает с диаметром фишек. И я решила, что это будет такой быстрый ход, быстрое решение проблемы. Я просто-напросто, а не на клейкой основе, я просто-напросто снимаю вот этот клейкий слой и креплю его на фишку. Да, так и случилось. Я сейчас покажу, что у меня получилось в итоге. Вот я взяла эту фишечку из этого набора. Просто-напросто сюда приклеила этот магнит. Заняло все это секунду, понятное дело. Но мне не понравилось... Сейчас я пытаюсь справиться с другими магнитами. Мне не понравилось, как вот эта конструкция держит иголку. Сейчас покажу. Иголка, конечно, старается прилепиться к этому магниту круглому. А мне бы хотелось, конечно, эффекта, когда иголка лежит сверху. Для этого я и выбираю более-менее плоские фишки, без всяких возвышенностей. Но так она плохо держится. Она норовит сползти как-то на край. Особенно, когда вышиваешь и не особенно смотришь, куда ты эту иголочку паркуешь. И порой она как бы здесь незаметна. Возможно, она и в ткань мешает самой вышивке. Я не остановилась на этих магнитах, что я хочу сказать. А я еще прикупила и вот такие магниты. Магниты неодимовые. Вот 10 штучек лежали на такой плоской металлической основе. Они ужасно сильные. То есть их вообще невозможно оторвать. Мне очень понравилась та информация, которая написана на упаковке. О том, что неодимовые магниты могут быть использованы при создании мягких игрушек, сувенирной продукции, приспособлений для показа фокусов. Обратите внимание. А также в качестве универсального крепления. Обладает во много раз более сильными магнитными свойствами по сравнению с ферритовыми и гибкими магнитами. Вот этим магнитным винилом. Как я сейчас понимаю, что это магнитный винил. Также известный как вечный или супермагниты. Возможно, вы все это прекрасно знаете. Но мне было интересно прочитать эту информацию. Особенно мне бы любопытно было узнать, каким образом в фокусах эти магниты можно использовать. Приблизительно я представляю, но все-таки. То есть они настолько сильные, что я их друг от друга не могу отцепить. И даже когда я расплачивалась на кассе, и кассир пробивал эти магниты, а потом... Представляете, не могу даже снять один магнит. А потом положила... Ну вот там, где я упаковывала, в том районе. Там, видать, столешница была такая... Какая-то железная. Они так притянулись и так грохнули, что бедная кассира, она даже подскочила на месте. Насколько они сильные. В следующий раз я думаю, что мне просто стоит купить не такие сильные магниты, а были чуть поменьше. Но как-то я подумала, вдруг поменьше они не будут держать. То есть я взяла побольше. Эти магниты диаметром полтора сантиметра. И что очень удачным получилось моментом в итоге, что к этим фишкам эти магниты просто-напросто приклеиваются замечательно. Там, видать, какая-то железная основа. И таким образом получилось, что мне не нужно его клеить, и я могу эти фишечки менять, как мне заблагорассудится, имея в наличии только один, ну, два магнита для того, чтобы я могла с другой стороны его прицепить. Вот, практически уже готовый. И на такой магнит. На такой магнит. Иголочки, конечно, ложатся так, как мы привыкли, и как удобно. Совершенно без проблем. Так что вот у меня уже такая коллекция собирается магнитиков, чему я очень рада. Ну и шестой вот такой. У меня совушка была на вышивке. Возможно, кто-то видел. Что еще я купила в Леонардо? Я специально еще зашла в отдел. Сильный, да? Для того, чтобы посмотреть основы для кулонов или брошей. И мне попались на глаза вот эти булавки, стальные, диаметром 3,6 см. В количестве пяти штук. Сейчас покажу, как булавки эти выглядят. По-хорошему я бы их назвала, конечно, не булавки, а основы для брошей. И, как вы видите, вот осталось три штучки этих основ, так как две я уже приспособила. Я, конечно же, бросилась выискивать всевозможные схемочки, небольшие схемочки, рассчитанные для того, чтобы можно было пуговичку вышить или вот такие брошки. Вот одну из них покажу яблочко. У меня тоже пойдет в такую брошку. Конечно, нужно будет еще чем-то украсить. Но мне очень понравилась вообще идея вот вышитых брошей. Ну, я люблю, вы сами знаете, как я люблю все эти прикладные вещи. И первым делом, да, покажу сейчас вот такую еще вышиваю. Беру прямо кусочки схем, откуда-то вот особенно парижские вышивальщицы славятся такими мелкими элементами, которые можно взять за основу. Вот в данном случае ягодка, клубники и, как мне представляется, это бабочки. Конечно, там не хватает бабочках еще серединки усиков. И они вышиваются цветом светлым, 38-65, если я не ошибаюсь, но практически белым. Мне показалось, что это не очень интересно. Я решила добавить крейник. У меня из крейника, из запасов крейника есть только 4 цвета блендинг филамент. Вот это вот 4 цвета. И как раз вот эти 4 бабочки, каждая из них имеет свой оттенок крейника. Не знаю, как в итоге получится, но мне показалось, что это такое является изюминкой, будет изюминкой вот этой броши. А сейчас все-таки покажу те броши, которые у меня вышли за один день. Это практически был проект одного дня. Первым делом я вышила вот эту брошь. Так как я уже знала, для чего я ее вышиваю. У меня есть такая летняя рубаха в полоску, бело-синяя полоска на ней. И достаточно скучная. Даже, скорее всего, не бело-синяя, а бело-серая. И вот мне хотелось ее украсить чем-нибудь этаким. Вот эта брошь у меня получилась. Это незаконченный вариант броши. Я чувствую, что здесь придется еще шнурочек проводить по краю. Вот здесь вот. Ставить еще шнурочек между тканью и самой вышивкой. Потому что, мне кажется, он не очень смотрится законченной, не очень завершенной. Еще, как идея, у меня в голове обдумывается мысль сделать эту ткань с бахромой. Или, возможно, другого размера или другой формы. Может быть, кружочек обрезать. Но зачем вообще эту ткань я сюда наклеила? Потому что, когда... Ну, я делала по схеме пенкипа. Когда вырезала картонный кружочек, потом синтепон и потом обтягивала этот кружочек вышивкой. Но получилось так, что у меня она получилась чуть меньше самой основы. Основа получилась шире. Мне казалось, нужно сделать чуть поменьше, чтобы она туда ушла. Но я, видать, перестаралась и оставался большой зазор. Так, чтобы туда вставить шнурок, ну, возможно было. Я как-то не очень умею крутить шнурки, но, видать, придется научиться делать хорошие, красивые шнурки, потому что здесь все-таки надо что-то добавить. И у меня возникла ткань просто между основой и вот этой вышитой пуговицей, грубо говоря, да, можно проложить кусочек. Я нашла джинсовую ткань с эластаном. Я помню, как-то покупала ее, я не знаю, сколько уже, лет 16 назад, и шила себе юбку. Вот такая юбка у меня была. И остался еще один кусочек. Я хотела его пустить на жилет, но, слава богу, не пустила. Вот он у меня дожил до этих времен. Мне кажется, очень хорошо подойдет и на сумку. Была мысль вообще бахрому какую-то сделать, но на этой ткани бахрома как-то не очень получается. Ну, вот это первая брошь. Первая брошь, которая требует доработки. Будем дорабатывать. Вторая брошь у меня получилась вот в таком виде. Здесь я тоже похулиганила некоторая. Внесла некоторую изюминку. Внесла нюанс в эту вышивку. Пчелка, по-моему, из парижских вышивальщиц где-то была выдрана из каких-то схем. И я добавила крейник в крылышки. Когда я приклеила саму вышивку к основе, кстати, я пользовалась горячим утюгом, ой, горячим утюгом, горячим пистолетом, который купила в фикс-прессе. Прекрасно. Честно говоря, прекрасно. Это практически мой самый первый опыт использования горячего пистолета. Почему говорю практически? Потому что до этого у меня был еще куплен один пистолет по нефикс-прайсовой цене. И я не смогла с ним работать. То есть, непонятно, он у меня разваливался в руках. Но тоже китайское производство, понятное дело. Но тут я попробовала из фикс-прайса первый раз. и замечательно все получилось. Единственное, что нужно очень быстро приклеивать, потому что он застывает, вот сам клей, который выдавливаешь, он застывает моментально, и он ложится достаточно толстым слоем. Поэтому вот саму вышивку к основе я приклеивала горячим пистолетом, а уже вот эту боковинку, украшение, которое я сама сделала. Я взяла толстую нитку такую хлопчатобумажную и деревянные бусинки. И вот перемежая узелок на нитке и бусинку, создала небольшой ободочек. Его я приклеивала клеем-моментом. Он потоньше ложится. И в общем у меня получилась такая брошь. Мне кажется, она вполне завершена. Ее можно носить именно в таком виде. Хотя, честно говоря, моя фантазия шла дальше. Сейчас покажу, какие мысли меня еще посещали, когда я ее делала. Если найду. Мне казалось, что здесь не хватает каких-то... Ну, не то, чтобы казалось, но мне думалось, что подвески здесь могли бы украсить это... Такое цветастое одеяло. Ничего не могу на нем найти. Нашла наконец-то. Я думала, что здесь, в принципе, неплохо еще бы смотрелась, скажем, подвеска какая-нибудь. Ну, вот это не сама подвеска, это коннектор. Ну, можно даже было какую-то двойную сделать подвеску. Вот как-то так. Ну, честно говоря, боялась переборщить. Боялась сделать, чтобы было too much. Даже смотрела эту девочку. Может быть, девочку можно было прицепить. Она такая в огородной тематике с корзиночкой. Ну, вот смотрите, если убрать эти все варианты, то так, мне кажется, вполне-вполне себе прилично. Вот о чем я и хотела рассказать и показать. хотела вам рассказать о своих покупках и показать, что они уже вовсю у меня идут в дело. Может быть, кому-то это видео тоже покажется полезным. Он тоже захочет что-то этакое подобное сделать. И вот, кстати, нашла такую информацию в своем чеке из магазина. Возможно, эта информация кому-то тоже будет полезной. попробую приблизить, чтобы было видно. Здесь написано, что при заказе в интернет-магазине можно получить 5% скидку по этому коду. Вот если вы заказываете в интернет-магазине Леонардо, то вы можете воспользоваться вот этим кодом. Я надеюсь, он здесь фокусировался, его видно, чтобы получить 5%-ную скидку. Я не заказываю товары в интернет-магазине не потому, что интернет-магазин как-то мне не нравится. Я как-то один раз даже заказывала товары год назад или чуть больше. Но все дело в том, что я суммирую свою скидку, накапливаю скидку в Леонардо. У меня уже достаточно высокая скидка 9%. Максимальная скидка в Леонардо 10%, но чтобы получить эти 10%, нужно накупить товары еще настолько же, насколько я покупала, чтобы получить практически настолько же на такую же сумму, какую я уже потратила, чтобы получить 9%-ную скидку. Так вот, когда заказываешь в интернет-магазине Леонардо, они не суммируют эту покупку. Может быть, у них так система не работает. не знаю, как это объясняется. Наверное, когда они делают чек, выбивают чек, и тебе приносят уже курьер с чеком, то твоя карточка никаким образом через эту кассу не может быть проведена. Хотя, возможно, они как-то исправят эту ситуацию, но пока нет. Пока интернет-магазином я не пользуюсь. И вот, если вдруг вы пожелаете, вы можете воспользоваться этой скидкой. Я думаю, что хоть кто-то может быть и воспользуется. Я буду, честно говоря, очень рада, почему бы нет. Всем огромное спасибо, что заглянули ко мне сегодня. На этом я завершаю видео. Всем прекрасного вышивального настроения. соответственно, до новых встреч. всем пока.